Приветствую! В нашем постновогоднем видео мы показали небольшой кусочек, как мы играли на нашей вечеринке в приставку, а именно во вторую плойку. И спросили вас, интересна ли вам эта тема и есть ли у вас какие-то вопросы по ней. И как ни странно, несмотря на то, что нас не так много, подобные вопросы возникли. Поэтому сегодня у нас некоторая форма видео-ответа, а именно мы поговорим о том, как же играют в старые приставки в 2021 году и как запускать на ней игры. Для начала. Если тема сегодняшнего ролика кажется вам несколько странной, то давайте сразу расставим все точки над «ё». Канал наш, делаем мы на нем, что хотим. Ну, на самом деле, у нас канал просто идет в формате видеодневника. Соответственно, мы рассказываем о различных событиях, которые происходят в нашей студии и все, что с этим связано. А игрушки и приставки, в частности, это все-таки немалая часть нашей работы. И поэтому ничего странного, собственно, в записи данного ролика нет. Тем более, когда мы сами оговорились, когда у людей, собственно, возникли вопросы. Так что, как бы, странного ничего нет. Давайте приступим к теме нашего сегодняшнего разговора. А именно, как запустить способы запуска игрушек, которые существуют на данный момент для второй плойки. Сразу оговорюсь, что в этом видео не будет никакой сложной технической информации. Мы просто по верхам пройдемся для людей, которые вообще ничего в этом не понимают. Потому как ролики с настройками, с примерами запусков, они в сети присутствуют. А я же постараюсь простым языком рассказать, собственно, какие есть варианты вообще, в принципе, и именно для людей, которые ничего в этом не смыслят. Для начала давайте разберемся, какие же бывают приставки. Ну, соответственно, вторые соньки, раз мы уж сегодня про них разговариваем. На самом деле, основных моделей у нас две. Это фатка, вот такая вот большая толстушка в простонародье. И слим-версия. Вот такая вот уменьшенная ее копия. На самом деле, разговоры про версии и ревизии – это тема прям большая и для отдельного ролика. А мы сегодня бежим по верхам, поэтому просто остановимся на том, что бывает толстушка и слим-версия. Какие же существуют способы запуска игр? Первый из них – это, в общем-то, общественно понятный, банальный запуск лицензионного диска. Про него даже говорить не стоит. Также можно запускать пиратки, самописные болванки. Разница лишь в том, что для запуска, так скажем, нелицензионной продукции вам нужно чиповать приставку. Для второй соньки – это именно чиповать, то есть физически припаивать к материнской плате чип, который позволит вам запускать нелицензионные игрушки. Но этот способ не интересен, в первую очередь, потому что любая игра с диска постепенно сажает лазер. А когда первая сонька выходила 20 лет назад, следовательно, они уже как бы старушки, и лазер постепенно от игры садится. Очень часто встречается ситуация, когда приставки у вас уже с севшим лазером. А замена лазера – это как бы при нынешних ценах, это, по сути дела, хорошо, если половина стоимости приставки. Ну, поменьше, наверное, но, в общем, достаточно весомая сумма. И на самом деле сейчас это смысла не имеет большого, потому как существует целый ряд альтернативных способов запуска игр. А именно их можно поделить на две категории. Первая – это запуск по сети, и вторая – это запуск с различных внешних носителей. Собственно, запуск игры по сети. Что же это из себя представляет? У вас есть ваш стационарный компьютер, либо каким бы то ни было образом организовано сетевое хранилище, где у вас непосредственно хранятся ваши игры, и с приставки вы их только запускаете. То есть физически в приставку ничего не вставляется, кроме сетевого кабеля, а все игрушки у вас хранятся где-то удаленно, либо на вашем стационарном компьютере, либо в файловом хранилище. Что же в этом способе есть? Он, в общем-то, хороший, и по нему хорошо работают игры, они быстро запускаются, но у него есть несколько недостатков. Первый, и на мой взгляд, самый большой из них – это то, что вам нужно иметь файловое хранилище, то есть вы должны разбираться, как его у себя дома организовать, либо уметь его организовать на вашем стационарном компьютере, который постоянно во время игры должен быть включен. То есть у меня, например, рядом с телевизором, где располагается приставка, дома есть компьютер, но держать его постоянно включенным я не хочу, например. Я пользуюсь другим способом, про который мы поговорим дальше. Второй нюанс и недостаток данной системы – этот способ, вернее, способ этого, этот способ хорошо подходит для Slim-версий, то есть потому как у них уже изначально есть интернет-разъем, поэтому делать, в общем-то, с приставкой ничего не нужно, на ней все это можно организовать. Ну, вернее, как делать с ней ничего не нужно, кроме того, что нужно установить стороннее программное обеспечение. А в случае Slim-ок, вот маленьких приставок, это обычно делается на карту памяти, которая обычно используется для сохранения игрушек. И с этим могут возникать некоторые проблемы. Я не могу сейчас раздувать ролик и рассказывать вам про все модификации, просто вкратце скажу вам, что не все нечипованные приставки и даже не все чипованные приставки позволяют вам установить именно Slim-версии, и позволяют установить вам программное обеспечение стороннее и запустить его. То есть, несмотря на то, что у них есть разъем, вы на некоторых версиях просто не сможете запустить стороннее программное обеспечение, если у вас не будет правильного чипа в приставке. И, соответственно, вы не сможете играть ни в какой из дальнейших способов. Что касается фатки и игры по сети, тут все еще немного печальнее, потому как по умолчанию у нее нету, в принципе, интернет-разъемов. У нее, правда, есть expansion B, о котором мы поговорим чуть позже. Это такой специальный разъем, куда можно установить network adapter, то есть сетевой адаптер, и точно так же по сети играть. В общем, как видите, вариант с игрой по сети мне не очень нравится. Ну, лично мне не нравится. На самом деле есть люди, которые предпочитают именно его. Следующим способом является запуск с различных носителей. Это могут быть, собственно, флешки, жесткие диски и так далее. В общем, все, что можно воткнуть в USB-порт. Недостаток этого способа... Во-первых, для него также нужно стороннее программное обеспечение, которое запустит эти ваши игры. А второй момент – это очень низкая скорость, то есть игры у вас могут тормозить. Дело в том, что порт USB, который присутствует и на Slim-версии, и на, собственно, FAT-версии. Сейчас я вам... Вот он тут вот есть у Slim-очек, и он также есть и у FAT-версии. Вот они присутствуют. Вот. Дело в том, что там стоит USB 1.0, он очень медленный, и этого недостаточно для запуска некоторых игр. То есть у вас могут тормозить игры, тормозить видео. В общем, играть именно с флеш-носителей через USB не очень рационально, скажем так. Хотя это достаточно просто реализуется. Мой же любимый способ – это запуск с жесткого диска. Собственно, это могут быть как 3,5-дюймовые диски, так и маленькие ноутбучные. Как же это делается? И какой же приставкой для этого, собственно, пользоваться? На самом деле, теоретически на некоторые модели Slim-ок можно устанавливать винчестеры. Но они достаточно уже редки. Это одни из самых первых версий именно Slim. Сейчас их достать не очень просто, поэтому, к сожалению, просто про самый простой вариант с установкой винчестера для Slim-версии не работает. Будем считать так. А вот с фатками, со старушками, самое-самое интересное. Оно работает, причем оно работает практически в штатном режиме. Вам все равно понадобится стороннее программное обеспечение, но тем не менее, производитель уже тогда, собственно, предусмотрел Expansion Bay, про который я уже говорил. За вот этой крышечкой скрывается некий разъем и место как раз для винчестера. То есть это было предусмотрено стандартно, штатно в самой приставке. Что же вам понадобится, чтобы запустить игры с винчестера? Ну, понятное дело, что вы на компьютере на винчестер записали игрушки. Каким-то образом сегодня мы не будем в это вникать. Если вам будет интересно, я все расскажу и покажу в других видео. Обязательно напишите, если что-то непонятно и что-то вам интересно. Как же он сюда подключается? А подключается он сюда как раз при помощи нетворк-адаптера. Он может быть как, собственно, родной от фирмы Sony. И называется он нетворк-адаптер, потому что здесь есть сеть, но помимо этого он позволял подключать винчестеры. То есть у вас... Ну, я сейчас с вашего позволения включать не буду. То есть подключается винчестер, вот этот вот сетевой адаптер подключается к приставке. И у вас, собственно, все работает. Достать их сейчас не очень просто, они не очень дешевые. И еще один недостаток у них был, что они подходили только под винчестеры SATA. Ой, не SATA, ИДЕ. ИДЕ винчестера. Вот. Но китайцы подсуетились, и, в принципе, за вменяемые деньги вы можете купить уже современный адаптер. Вот они практически идентичны, только здесь нету самого непосредственно модема. И именно поэтому я говорил, что с доступом в сеть для FATEC есть некоторые проблемы. Потому что найти родной сложно, а у китайской поделки модема уже нету. Ну, в смысле интернет-разъема. Но зато они выпускают их в двух видах. Первый это для ИДЕ винчестеров. Второй это, собственно, для SATA винчестеров. Для тех, кто вдруг не знает, сомневаюсь, что в этом ролике это очень полезная информация. Вот это вот у нас, собственно, ИДЕ винчестер. Вот это SATA. У них разные разъемы. Также SATA винчестеры бывают в ноутбучном формате. Они и ИДЕ бывают, но сейчас уже все, в основном, перешли на SATA. Это более современный стандарт. Вы также можете подключить, собственно, без проблем и маленький ноутбучный винчестер. Что же, собственно, для этого надо? Вы заливаете игрушки, втыкаете, значит, винчестер в адаптер. И в этом, собственно, одни плюсы. Во-первых, стороннее программное обеспечение, которое позволяет запускать игры, устанавливается непосредственно на винчестер. Также в большинстве игрушек сохранение можно настроить не на карту, а на непосредственно сам винчестер. И, опять же, плюс то, что у вас не воткнуты никакие сетевые провода, ничего. У вас все хранится на винчестере, как бы и приставочка мобильна, как и раньше. Ну и давайте попробуем как-то все в кучу собрать и подвести итоги. Какие же у нас есть способы запуска игр? Первый – это запуск дисков. Основной недостаток его в том, что он сажает лазер, соответственно, понадобится через некоторое время замена лазер, а это время, деньги и нервы. Способ номер два – это запуск игр по сети. Многие, на самом деле, останавливаются на этом способе, но у него есть ряд недостатков. То есть, во-первых, вам нужно уметь организовать файловое хранилище. Если оно организовано на вашем стационарном компьютере, то он должен быть включен во время игры. Плюс этот способ не имеет смысла на толстушках, потому что, чтобы играть по сети на толстушке, вам нужен оригинальный сетевой адаптер, китайский не подойдет. А этот же адаптер, он, во-первых, дороже, чем китайский, а во-вторых, этот же адаптер позволяет подключить винчестер напрямую. Плюс игра по сети подходит не для всех Slim-версий. Несмотря на то, что у них есть разъем, для игры из сетевого хранилища вам нужно устанавливать стороннее программное обеспечение, а есть модели, на которые вы без правильного чипа не сможете установить стороннее программное обеспечение. Их не так много, это поздние ревизии, но тем не менее, то есть не для всех, даже Slim-ок этот вариант подходит. Запуск с внешнего носителя, какой это у нас там получается, третий уже способ, с флешек и внешних винчестер. Основной недостаток его в том, что медленная скорость, соответственно, могут заикаться игры, но на самом деле этот способ достаточно распространен, я лично пока его не пробовал, ну и не хочу, потому как есть отзывы, что игры тормозят. И тот вариант, на котором остановился лично я, это, собственно, покупка толстушки, покупка оригинального, либо китайской копии сетевого адаптера, подключение к нему жесткого диска, и, собственно, игра напрямую с жесткого диска. Недостатков у этого способа практически нет, ну, за исключением того, что вам нужно, собственно, научиться запускать программное обеспечение, вернее, подготовить винчестер и научиться записывать на него игры. Это все, что требуется от вас. Во многих случаях вам даже не нужна, собственно, карточка для сохранения игр. В общем, вот такая у нас сегодня история. Надеюсь, я, по крайней мере, попытался, несмотря на то, что эта тема достаточно обширная, по верхам пробежаться. Если вам понравилось, если вы хотите сами что-то попробовать, но не знаете, за что взяться, если вы хотите более подробную информацию, на каких что работает, на каких не работает, как записывать игры и так далее, напишите обязательно в комментариях. Будет время, обязательно сниму ролик. Заодно похвастаюсь своими приставочками старенькими. Пока-пока. Есть еще всякие экзотические способы, вроде комбинирования этих двух. То есть вы организуете в самой приставке, например, на одноплатных компьютерах типа Orange P, организуете файловое хранилище, оно прямо встроено в вашу приставку, в Orange P воткнута, значит, флешка, и тогда вы через сетевой порт как бы получаете игры так же, как если бы они лежали у вас на компьютере. То есть хорошая скорость и при этом запуск с флешки, SD-карточки и так далее. Но это уже все сложно и на самом деле не очень целесообразно по цене, потому что такая переделка, ну, на мой взгляд, требует, во-первых, много сил, во-вторых, она требует достаточно много денег. Ну и давайте как-то попробуем собрать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...